Здравствуйте! В эфире весь дежурная часть Карачаева Черкесия. Весь месяц мы следили за главными правовыми новостями Республики. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачаевой Черкесии возбуждено уголовное дело по признакам преступления незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также убийство, покушение на убийство двух и более лиц. По данным следствия, 27 января в ауле Сартьюз произошел конфликт с участием группы лиц, в числе которых находился и погибший от огнестрельного ранения уроженец аула Кумыш Карачаевского района. В ходе драки один из ее участников произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия несколько выстрелов указанных лиц, в результате чего ими были получены травматические повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении. Двоим оказана медицинская помощь. В результате принятых мер по горячим следам установлена личность и местонахождение подозреваемого. Он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Вынесем приговор по делу двойного убийства в ауле Верхняя Тиберда. Доказательства, собранные следователем первого отдела по особо важным делам следственного управления по Карачаево-Черкесии судом, признаны достаточными для вынесения приговора за убийство двух лиц. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет в исправительной колонии строгого режима. На основании собранных следственным управлением доказательств судом вынесен обвинительный приговор в отношении 49-летнего местного жителя за двойное убийство. По данным следствия и суда, 23 апреля 2023 года подсудимый, встретившись с двумя своими родственниками в ауле Верхняя Тиберда Карачаевского района, на почве имущественного конфликта произвел в них несколько прицельных выстрелов из принадлежащего ему ружья. В результате полученных ранений пострадавшие скончались на месте. Приговором суда виновный осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Следователем межмуниципального отдела МВД России АДГ Хаббельский предъявлено обвинение в двух покушениях на незаконный избыток наркотических средств в крупном размере 19-летнему жителю Ставрополя. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Молодой человек был задержан сотрудниками уголовного в Роско в лесном массиве, расположенном вблизи села Садовая, когда оборудовал там тайник с запрещенным веществом. В результате осмотра схрона, а также обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли свертки с мефедроном общей массой около 800 граммов. Кроме того, из квартиры задержанного жителя соседнего региона полицейские изъяли электронные весы и фасовочные материалы. Следственное отделение межмуниципального отдела модели Сады Гехабльский в отношении 19-летнего жителя города Ставрополя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного в части 3 ст. 30 пункта Г, части 4 ст. 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в этом размере. По муходатуйству Адыгхабльским районным судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе оперативных мероприятий обвиняемый был задержан на месте завершения им. Тайникового заклада в южной окраине села Садового. В лесном массиве были изъяты 94 свертка с наркотическим средством мефедрон общей массой 431 грамм. После чего также по месту проживания обвиняемого в городе Ставрополь из дома были обнаружены изъяты свертки с наркотическим средством мефедрон общей массой 357 грамм. Творчество Николая Васильевича Гоголя продолжает вдохновлять. Сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии выпустили свою версию бессмертного произведения классика. Современного Чечникова обнаружили в Зеленчугском районе. А в роли обманутых помещиков выступает бюджет. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника муниципального отдела ЗАГС. Он обвиняет в совершении 55 преступлений, среди которых взяточничество, служебные подлоги и иные незаконные действия. В принципе, суть его деятельности обширной, она стояла в том, что у него разветвленная группа была поставщиков информации, которые хотели за денежное вознаграждение получить свидетельство о рождении ребенка, который не рождался, не существующего. По сути, все вот эти рождения, да, они дают возможность и на материнский капитал, и на какие-то социальные выплаты, и на какие-то возможности. Он открыл лавку по торговле вот этими вот справками. И нами наказано 55 эпизодов таких преступлений, и дело расследовалось достаточно долго, потому что свидетельская база большая, документов много, каждый документ подлежит исследованию. И сейчас мы это дело направили в суд. Но как бы я думаю, что на этом мы свою работу в отношении изучения его деятельности не завершили еще пока. Большой трагедией чуть не обернулось неуместное поведение одного из гостей свадебного торжества в Иджугучинском районе. Органами Следственного комитета России по Крачево-Черкесии организована процессуальная проверка по факту причинения ранения малолетнему ребенку. По предварительным данным, 19 января текущего года на свадебном торжестве в силе важный 24-летний житель Ростова-на-Дону произвел несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему на законных основаниях травматического пистолета. Одна из пуль рикошетом попала в 7-летнюю девочку. Ребенок получил ранение плеча. Пострадавшее доставлено в медицинское учреждение для оказания помощи. Угрозы жизни и здоровья девочки нет. В настоящее время следователями отдела проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе опрашиваются участники происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы. Прокуратурой республиканской столицы проведена проверка информации, ранее размещенной в одном из пабликов социальных сетей. Установлено, что 18 января этого года в светлое время суток на одной из улиц города Черкеска беспризорно гулявшая собака напала на женщину. Пострадавшей причинины телесные повреждения. По предварительным данным, животное, принадлежащее местному жителю, бесконтрольно находилось на улице, без поводка и намордника. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. В связи с чем прокуратура города Черкеска организовала проверку, также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены прокуратурой на контроль. Дорога к знаниям станет менее тернистой для учащихся 5-й гимназии республиканской столицы. Прокуратура отреагировала на информацию о недостаточном транспортном обеспечении школьников. Установлено, что с 9 января этого года осуществляется ремонт здания гимназии номер 5, в связи с чем учебный процесс для школьников организован в здании, расположенном в городе Черкесске по улице Свободы, 62. В настоящее время Думой и мэрией Черкесского городского муниципального образования принимаются меры, направленные на организацию бесплатного проезда школьников городским общественным транспортом к месту учебы. Разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает выделение денежных средств из местного бюджета для организации бесплатного проезда школьников. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Думе Черкесского городского муниципального образования. Соблюдение требований закона при организации как учебного процесса в целом, так и перевозок школьников находится на постоянном контроле органов прокуратуры республики. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации уже вступило в силу. Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступила МВД России совместно с Минэкономразвития. Инициатива реализована в рамках полномочий правительства России и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трех лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений не будет, а не продлятся автоматически. В продолжение темы внесены изменения законодательства, регулирующие использование снегоходов и квадроциклов. Теперь управлять такими самоходными машинами можно также и на основании водительских удостоверений, дающих права на управление мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и квадроциклами. 25 декабря 2023 года вступил в силу федеральный закон номер 625 ФЗ. Им предусматривается возможность управления снегоходами и квадроциклами на основании водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категории А, Б, С, Д и подкатегории Б1МС. До 25 декабря управлять снегоходами и квадроциклами можно было только на основании удостоверения тракториста-машиниста категории А1. Теперь управлять такими самоходными машинами можно также на основании водительских удостоверений, дающих право на управление мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и квадроциклами с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. При этом водительские удостоверения категории А или подкатегории Б1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа подтверждают право на управление внедорожными самоходными машинами категории А1 без ограничений, а водительские удостоверения категории Б, С и Д подтверждают такое право только при соблюдении ряда условий. Такими условиями являются наличие договора аренды, проката или иного возмездного договора, предусматривающих временную передачу гражданину самоходной машины в управление, а также проведение лицом ее предоставляющим инструктажа по управлению такой самоходной машиной и обеспечение ее безопасной эксплуатацией. Правительству Российской Федерации предоставлено право определить правила заключения и исполнения таких возмездных договоров. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмат Халкевичев. Увидимся через месяц.